Всем большой MAC привет! Да, именно MAC, потому что сегодня у нас большой обзор косметики MAC. Ко мне с огромнейшим опозданием, конечно, пришла коллекция MAC Electric Summer, но что делать, все равно я хочу про нее вам сегодня рассказать. Кроме летней коллекции 2019 MAC, я сегодня еще расскажу про мои любимые продукты. У меня достаточно много разных других продуктов от MAC, и практически весь макияж у нас будет сегодня сделан именно этой косметикой. Начнем с тонов. У меня есть два тона от MAC, они часто мелькают вообще в моих видео. Один из них Match Master, второй Fashion Body. Сегодня я сделала такой шахер-махер, смешала их вместе и нанесла их вместе, потому что у меня сейчас такое странное состояние кожи. Через месяц после отпуска моя кожа решила, что надо, наверное, слезть. И вот у меня вот именно на лице. В остальных местах, простите за подробностей, уже все слезло, все, что можно было. А на лице, в последнюю очередь, у меня особенно вот здесь вот все, решила просто облазить. И вот этот вот тон Match Master один я сегодня не решилась поэтому наносить, потому что у него есть такая особенность, что он любит подчеркивать всякие разные шелушения. Особенно зимой я вообще его, наверное, не буду использовать, потому что он матовый, такой с матовым пудровым финишем. И, конечно, если у вас сухая, даже если нормальная кожа, он, ну вот, не очень. Я этот тон, конкретно вот этот Match Master, люблю использовать только в жару, прям вот знаете, когда 30 градусов, и ты ходишь, весь обливаешься потом. Вот тогда это самый мой любимый тон, ни один другой тон не держится так, как держится Match Master. Его он все равно, хоть там с тебя 10 потов сойдет, он будет сидеть на тебе как прибитый. Сегодня же я его нанесла вместе с Face and Body. Face and Body это тон с такой легкой текстурой, он как бы тоже на лето предназначен, но, честно говоря, летом он на мне так себе держится, особенно в жару я его не использую. Как раз-таки в холодное время или там, когда, ну, даже если лето, ну, прохладно, вот он тогда нормально. Ну, в жару нет, он уплывает. И еще единственное, у Face and Body есть одна неприятная особенность, он очень красит одежду. Зимой, наверное, тоже, не знаю, у меня сейчас столько много других тонов, что именно Face and Body зимой я не рискну использовать. Он настолько красит, все подряд, даже если вы чуть-чуть вот так вот прислонитесь, все, он, ну, он не самофиксирующийся, его надо обязательно фиксировать пудрой. Я знаю, что у MAC еще есть другие тона, я еще пока их не пробовала, как только попробую, обязательно про них тоже вам расскажу. Все, наверное, в курсе про Fix Plus. Fix Plus, Fix Plus, это, по-моему, вообще незаменимая вещь. Я знаю, что многие бренды делают очень много похожего на MAC, но MAC Fix Plus, это самое любимое. Я его использую и до нанесения макияжа, и после. И если вот слишком сухо уже там, знаете, начинают стягивать, то тоже просто брызгаю, и он идеален в этом плане. Давайте про коллекцию. Летняя коллекция MAC называлась Electric Summer, и там вышло две палетки. Одна в холодных тонах, другая в теплых. Бронзеры тоже один чуть-чуть потемнее, посветлее, но они оба достаточно такие, знаете, теплые. И помады с блесками. Плюс еще кисточки были, но я кисточки не брала, и блески я не брала. Палетку я сегодня взяла именно холодную, потому что настолько надоели уже эти теплые палетки с красными тонами, что я взяла именно холодную. Я, кстати, не сказала, что там еще была такая подсвечивающая пудра, или непонятно вообще, честно говоря, какой-то текстуры, субстанции. Что-то похожее на хайлайтер, и на румяна, и на пудру одновременно. Но вот эту штуку я не брала. Давайте вернемся к палетке. С тенями Мак я до этого была не знакома, и как-то вот все время я хотела то одну, то вторую палетку купить, но выходило что-то у другого бренда, я покупала что-то другое, но вот эта именно летняя коллекция мне захотелось, настолько захотелось эту холодную палетку, которая, не знаю, как луч света среди всех остальных теплых, и я не раздумывая ее взяла. И что я могу сказать? Разорчарование полное. Я уже посмотрела обзор некоторых других блогеров на нее, и да, многие тоже говорят, что ну такое. Специфические тени у Мак, не могу сказать, что они плохие, нет, но они сыпучие, очень сильно сыпучие, особенно все шиммерные, потому что у некоторых шиммерных, у Мак есть такая формула, где это просто спрессованные блестки, такой, знаете, спрессованный блестящий песок, я бы вот это вот так назвала. И, конечно, если делаешь макияж, то его нужно делать обязательно до того, как наносить тональный крем, ну потому что, потому что все у меня вот здесь вот было осыпано, особенно от блесток, даже матовые сыпятся, ну честно, как-то вот я не ожидала от теней Мак такого поведения. Сама палетка, конечно, очень красивая, я ничего тут не могу сказать. Здесь очень красивые холодные тона, и звезды палетки вот эти два шиммерных. Один, который потемнее, это дуахромный, а второй светло-серебристо-голубой, это вот как раз песочные блестки. Давайте быстренько про макияж. Я, на самом деле, делала его несколько раз, тренировалась, изучала тени пару дней до того, чтобы записать вам это видео, потому что к этим теням нужно реально приноровиться. Прямо вот так сразу сесть сходу, нет, так не получится. Так что, если вы покупаете тени Мак, прежде чем краситься быстренько на работу, или там, тем более, на какую-то вечеринку, посидите, попробуйте сначала хотя бы как-то что-то, иначе этот процесс может затянуться. Начинала сегодняшний макияж я с матового оттенка марципан. Кстати, очень красивый холодный цвет. Вот он у меня здесь вот на складке века, и чуть выше я его подняла, чтобы он был в виде. После матового марципана я использовала на подвижном веке Big Attitude. Вот он снизу справа. Это такой единственный оттенок из всех, которые здесь есть, который мне понравился в плане нанесения. Очень легко он наносится, и он такой, знаете, вот жирненький, я бы так его сказала. Он классно лег, как база для вот этого вот серебристого. Он такой несыпучий, кстати, и очень хорошо наносится как кистью, так и пальцем. После этого в уголок глаза я нанесла черный матовый оттенок. Честно, он не совсем черный. Я бы сказала, что он скорее такой черно-разбеленный с серым подтоном. И если вы хотите затемнить уголок этим черным в самом конце макияжа, то я бы не советовала, потому что он прям вот отличается по текстуре от остальных. Его лучше накладывать под вот эти шиммерные, потому что наверх он прям вам все испортит. В уголок глаза пальцем я нанесла вот этот Дуахром Дау Бандита. Достаточно специфический, и он наносится только пальцем. Даже влажной кистью как-то вообще он пляшиво у меня наносился, не хотел. Поэтому я не стала мучиться. Нанесла его просто пальцем. Вот он где-то до середины глаза у меня идет. А вот уже здесь, уже ближе к внутреннему уголку, я нанесла прессованный песочный шиммер So Jade серебристый, с голубым оттенком. С ним пришлось тоже повозиться, но как ни странно, вот просто кисточкой для такой плоской, пушистой, длинненькой он хорошо наносился. Ну потому что это по сути такие блестки, они хорошо липнут на кисть и нормально переносятся на глаз. В этом плане проблем не было. Тут даже я не пользовалась, что называется, пальцами, а все наносила кистью. То же самое, вот я могу сказать про оттенок Fresh Innocence. Я его нанесла совсем сюда в уголок, но он, кстати, не такой, скажем так, яркий, как So Jade. Поэтому как-то вот он практически не виден. А вот So Jade, если приноровиться к нему, то его можно так ярко положить и наслоить. На нижнем веке я, как всегда, подвела коричневым карандашом моим любимым от Luxe Visage. И сначала слизистую, и потом спустилась чуть-чуть, растушевала вниз. И на этот карандаш отлично всегда ложатся тени. Я карандаш сначала чуть-чуть растушевываю снизу, и потом как бы такими прибивающими движениями любые тени на него ложатся очень хорошо. В данном случае это был оттенок Retrospeak. Он тоже такой достаточно сыпучий, но кисточкой, опять же, вот этой вот отлично, хорошо. Так просто я его попрививала, что называется, снизу к глазу. И в конце, с самым первым оттенком Marzipan, я просто здесь снизу еще растушевала. Расскажу вам сейчас про тушь. Из MAC, вот, кстати, очень хорошая тушь, вот эта голубая. Я не знаю, у них сейчас, они постоянно там в каких-то новых вариациях выходят эти тушь. Но у меня сейчас это MAC Extended Play Lash. На самом деле, конкретно, вот этот тюмик у меня уже больше, чем полгода. Даже, мне кажется, уже месяцев 10 он у меня. На удивление, он не сыпется, он, а эта тушь не, никуда не застывает, не засыхает. Я все жду, когда же она уже перестанет работать. Но, как-то вот, отлично она держится. Я не очень часто крашу глаза этой тушью, потому что для верхних ресниц мне немножко не хватает, скажем так, объема. Но она очень классно причесывает ресницы. И я почти все время использую ее именно для нижних ресниц. Она их очень классно расчесывает и очень классно удлиняет. Честно скажу, из всех люксовых тушей, которые я пробовала, как-то у меня вообще с люксовыми тушами не складываются. Но вот эта MAC очень хорошая. Кстати, совершенно забыла вам рассказать про консилер. Про тон рассказала, про консилер как-то забыла. У меня консилер MAC Studio Fix 24 часа. Smooth Wear Concealer. Он что-то типа вот этого тональника Match Master. Консилер очень хорошо держится, прям вот очень. Он никуда не плывет. Но, к сожалению, у меня он часто тоже подчеркивает какие-то морщинки и шелушения. Я его использую прям очень редко и скорее больше для видео. Сейчас он мне слишком светлый оказался. Хоть у меня, кажется, весь загар уже давно сошел. Но он не светловат. Поэтому сейчас я его вообще крайне редко использую. Но очень стойкий, хороший консилер. И если у вас нет прям такой сухости под глазами, то вы можете попробовать. Очень люблю гель для бровей от MAC. Это Brow Set. Он у меня уже тоже такой почти год. Видите, тут пол тюбика даже вот столько осталось. И такой уже, конечно, повидавший виды. Он очень деликатный и очень стойкий. Суть в том, что когда вы наносите на брови, кажется, что вообще ничего не наносится. И оно не будет ничего держаться. Но когда он застывает, волоски отлично сидят. И никуда ничего не уползает. И очень хорошо, очень натуральный эффект. Он прозрачный, кстати. Это просто здесь он у меня уже закрасился. Вернемся к нашей летней коллекции. Я кроме палетки брала еще бронзер. Sun Soaked Strip Next to Nothing. Честно, вот эти названия длиннющие, не знаю. Я почему-то взяла оттенок потемнее. Мне на картинке показалось, что он более холодный, чем тот, который светлый. Но не могу сказать, что он сильно холодный. Нет. Это такой пигментированный бронзер. Я его сегодня наносила, вот еле-еле касаясь. Потому что если бахнуть, то можно наставить себе пятен. И потом сидеть очень долго растушевывать. Но на лето он классно подходит. Сейчас, конечно, остался всего... С того лета там осталось всего ничего. Но, в принципе, я думаю, что я его немножко поиспользую. Его даже можно без румян. Просто вот так вот хоп сюда нанести. И даже никаких румян не надо. Он делает такой как бы естественный загар. Но аккуратно, да. Надо прям вот совсем-совсем с самой мягкой кистью. И вот легкими совсем движениями. У MAC у меня самый любимый есть скульптор. Но сегодня я этот скульптор не наносила. Потому что он очень холодный по оттенку. И с этим бронзером, ну, совсем оно бы, конечно, некрасиво смотрелось. Вот на зиму прям очень люблю его. Он такой очень красивый, холодный оттенок. Для тех, кто белокожий, очень хорошо подходит. Оттенок называется Cosmic Force. Этот скульптор не очень пигментированный. И им, в отличие от этого бронзера, пятен вы не поставите. Давайте перейдем к моему самому любимому продукту от MAC. Это хайлайтер. Называется Beaming Blush. Честно, если у меня бы сейчас забрали все хайлайтеры, именно я сейчас про однушки говорю. Вот если бы у меня забрали все однушки и сказали оставить только одну, я бы оставила только этот хайлайтер. Я настолько его люблю, не знаю, почему-то рука тянется вот именно в каждодневном макияже моем, таком быстром, именно к этому хайлайтеру. На самом деле, официальный магазин MAC открылся у нас в Минске только в прошлом году, прошлым летом. Ну да, да, вот как до жирафов у нас все доходит. И я как раз была на открытии, и это была первая вещь, которую я купила в MAC. Хайлайтер и вот этот вот скульптор, кстати, между прочим, тоже. Мне еще тогда делали, помню, макияж. В общем, все красиво. И как-то вот я так прониклась к этому бренду и очень люблю его. Чем мне нравится этот хайлайтер? Он без отдельных блесток. Сейчас крайне редко встречаешь такие хайлайтеры. Вот похожая текстура, как у Charlotte Tilbury в палетке Glowgasm. Он очень деликатный и не такой, знаете, что массированно-пигментированный. И как раз он подходит именно на каждый день. Я его использую очень часто и очень нежно люблю. Ну и в конце давайте пару слов про помады. И еще у меня есть здесь бальзам для губ. Хороший бальзам. Не могу сказать, что что-то тут прям такое сверхъестественное он делает с губами. Но я люблю его наносить перед макияжем. Честно, он не дешевый. И покупать конкретно этот я бы не советовала. В принципе, такого действия бальзамов других хватает у других брендов. В летней коллекции я взяла всего лишь один оттенок помады Feeling Sedimental. Что-то, честно говоря, когда я его заказывала, мне казалось, что он будет потемнее. А он по итогу мне оказался, даже мне он оказался светлый. Ну слишком нюдовый и очень светлый. Я сейчас, он у меня на губах есть. Но я его смешала с моей самой любимой помадой от MAC. От Kate Club номер А68. Это такая, знаете, светлый пыльный розовый. Этот оттенок я нанесла поверху вот этого. И в принципе, ну получился такой достаточно спокойный нюд. Ну все как я люблю. Ничего особо нового сказать про них не могу. Классическая хорошая сатиновая формула MAC. Единственная разница только, что пуля окрашена в цвета вот этой лимитированной коллекции. А так, в принципе, все то же самое. Собственно, вот такой обзор у меня сегодня получился. Расскажите, пожалуйста, в комментариях про ваши любимые продукты от MAC. Я знаю, что, конечно, я попробовала не все. И мне очень будет интересно, что любите вы. И может быть, что-то такое я найду для себя тоже новое и любимое. Обязательно напишите мне об этом. А на сегодня это все. Увидимся с вами в новых видео. И до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok